Другими мерами. Об аватарках, о титульных, заглавных снимках в страницах социальных сетей, вообще о фотографиях в социальных сетях, будем говорить сегодня. Здравствуйте на ЕТВ «Мелочи жизни». Наш совет экспертов на сегодня. Марина Степанова, стилист. Здравствуйте. Здравствуйте. Известный блогер Сергей Охотин. Здравствуйте. Автор и ведущий рубрики «Пятничные...» На-на-на. «Пятничные груди». «Пятничные груди». И замечательный волшебный фотограф Маргарита Карева. Добрый вечер. Добрый вечер. Друзья, вас самих вот как-то будоражат фотографии на аватарках у людей, с которыми вы общаетесь в социальных сетях. По-вашему, вот вы встречаете... Марина, тогда вопрос к вам. У вас наверняка провод информации такая существует, и людей вы встречаете по одежке. Ну вот что-то для себя сканируете. Так или иначе, что касается фотографий в соцсетях. Ну вот на самом деле, перед тем, как пойти сюда, я посмотрела еще раз на аватарки всех моих тысячу плюс сколько-то друзей ВКонтакте. В «Одноклассниках» в Фейсбуке смотреть не стала, ограничилась только контактом. Ну и поняла, что у моих друзей фотографии очень даже нормальные. Как правило, это хорошие профессиональные портретные фотографии, где люди улыбаются, где они занимаются каким-то делом, стоят с фотоаппаратом, если это фотографы с кистями для макияжа, если это визажист и так далее. И у нас сейчас возраст такой, да, что многие выходят замуж, многие рожают детей, и у многих на аватарках стоят малыши, колясочки, свадебные фотографии и так далее. Ну то есть, мне кажется, что... Это тоже естественно, да? Друзья, подключайтесь, пожалуйста, к разговору. Расскажите, какие фотографии, какие снимки на этих самых аватарках вас раздражают и просто бесят, что наоборот нравится, на что вы готовы пойти ради стильного кадра за главной фотографией своей страницы. Пишите нам, пожалуйста, звоните в скайп, непременно пообщаемся, все прочитаем. Маргарит, правда, что люди готовы заплатить за фотосессию, потратить время и деньги, чтобы получить, ну вот, тот самый кадр и поставить его на аватарку? Ну, да. Есть такой фетиш? Да. В последнее время приходу, он таки, большое количество очень платежеспособных клиентов. Ну, видимо, уже всем приелись, обычно студийные фотографии на белом фоне, всем нужен драйв, это что-то необычное, ну, что я им, в принципе, предлагаю. То есть почувствую себя в какой-то скалочной обстановке, в красивом платьишке, там, с каким-то необычным животным. Вот, ну, как правило, люди готовы за это платить. С ягуаром, например. С ягуаром. Ну, вот ягуар было бы круто. У нас на экране сейчас подборка живых, вот это все настоящие фотографии из нашего любимого Контактика, из Фейсбука, это все не придумано, настоящие снимки. Мы сейчас попросим режиссера вывести нам на экран подборку ваших фотографий, подборку фотографии Маргариты Каревой, и посмотрим, действительно, насколько волшебными, сказочными, завораживающими могут быть профессиональные снимки. Сережа, ну, то есть, по сути, неважно, какая фотография, главное, чтобы она была сделана профессионалом. Ну, это зависит от того, какой у человека подход вообще к этому. Ну, если у человека подход такой серьезный, мы же, по сути, вообще себя продаем, как в рекламе, это же самое настоящее социальное... В жизни то же самое, даже если мы не работаем в социальных сетях. Да, даже. Человек, если который вообще знает, как это делать, он даже в подсознании, то есть, благодаря своему вкусу догадывается, как это делать, естественно, он делает большую ставку на аватарку свою. И, конечно же, платит деньги такие нормальные, чтобы... Что мы получаем взамен? Мы получаем уважение, мы получаем внимание определенное, и всем этим питаемся. Ну, внимание здесь, наверное, вот как бы первоочередное, первостепенное, всем хочется добиться внимания. Тут такая, мне кажется, палка о двух концах. С одной стороны, если человек продает себя как профессионал, как фотограф, как визажист, там, кто угодно, то профессиональная фотография – это хорошо. Ну, с другой стороны, когда человек, например... А если хочется за олигарха? А если человек хочет за олигарха, например, найти себе пару в социальных сетях и выставляет профессиональное фото, то какие могут быть разочарования потом в жизни? Потому что бывает так, что... Когда происходит нестыковка. Да, что человек на аватарке и человек в жизни – это настолько два разных человека, что, ну, опасно. Мы попытаемся сейчас по скайпу связаться с одним из лучших специалистов в области интернет-маркетинга. Узнаем о том, какую роль аватарки, вот эти самые, играют в продвижении страниц. Потому что, ну, есть ряд людей, которые, бизнес которых напрямую связан, вот, собственно, с активностью в соцсетях. И вот здесь должен быть какой-то ограничитель, какой-то этикет, если ты деловой человек, и вот у тебя есть аккаунт ВКонтакте или в Фейсбуке. Что можно позволить, что нельзя? Ну, конечно... Мини-бикини, наверное, это уже здесь не вариант. Ну, всё зависит от того, какое позиционирование у тебя, действительно, что ты хочешь сообщить миру. Чтобы фотографии несли ту же самую информацию, которую ты хочешь, чтобы о тебе знали. И ничего больше, никаких компрометирующих тебя фотографий, да, оскорбляющих, подающих в другом свете и так далее, и тому подобное. Отвлекающих на совершенно другое восприятие тебя, не как профессионала, а как... Ну, то есть что, при галстуке и при пиджаке? Не обязательно, да. Всё от деятельности зависит профессионально. Если ты какой-нибудь инвестиционный консультант, то, может быть, да, есть смысл в галстуке и в каком-то костюме хорошем. Но если ты, допустим, предлагаешь продвижение, ну, тоже продвижение в социальных сетях или какие-то маркетинговые услуги, то можно выглядеть и как-то более современно, но не в мини-бикини на фоне ковра с януаром. Серёжа, я знаю, что ты, ну, вот честный всегда, в интернете честный. И вот если что-то тебе не нравится, ты так и говоришь. Да, на самом деле так сложилось, что мне много чего не нравится. Вот, давай так же честно. Просто дело в том, что я в контактике долго сижу, я как бы наркоман со стажем, поэтому навидался, конечно, много всяких аватарок. У меня уже даже седые волосы на голове из-за этого появились. Ну, какие есть аватарки, вы сами видели. Ну, давайте попытаемся такой антирейтинг соцсети, от обратного идеальную аватарку нарисуем. Ну, профессиональные фото, это вообще большая редкость. В аватарах используют хрен знает что вообще. Настоящий винегрет. То есть подход, ну, как, это вообще как бы лицо человека, по сути. Ну, если уж так в современном мире 21 век, просто сейчас считается, если у вас нет аккаунта в социальных сетях, вы психически нездоровый человек. Поэтому, что я могу видеть? Это разноцветные квадратики. Психолога и психиатра ожидаем в студии у нас диагнозы, потом поставили примеры. Да, у нас есть реальные люди, которые себя выставляют на фотографии. Но есть фотографии аватара, которые выставляют каких-то чужих людей. Даже не звезд, просто чужой человек. Вот как, неизвестно кто вообще. Ну, кстати, ты тоже был, да, у кого-то на аватарке когда-то? Да, знаю одну девочку, которая принципиально... Подождите, я не поняла, в смысле, просто вот какой-то Вася Иванов? Да, просто какой-то Вася найденный в интернете, и вот я просто выкладываю эту фотографию в аватар чужого человека. Да, это абсолютно не знаю зачем, это нужно их спрашивать, наверное. Я просто знаю лично одну девочку, которая не выкладывает свой аватар, вообще собственную внешность. Она считает, что через фотографию высасывают ее душу. Так, друзья, у нас первый скайп, немножечко неожиданный. Мы про душу непременно сейчас продолжим. Я попрошу режиссера помочь мне вывести на экран фотографии людей, с которыми мы сейчас будем общаться по скайпу. У нас гости из солнечного Таиланда, известный уральский фотограф прекрасный, Женя Фрейер и Полина Блонд, его муза, вдохновительница и модель. Женя, добрый вечер, ты слышишь нас? Женя, привет. Да, всем привет. Мы слышим. Ой, замечательно. Полина, привет, привет. Жень, расскажи, вот у тебя какие самые любимые и наоборот самые нелюбимые раздражающие тебя аватарки? И, ну, Полина, такой же вопрос. О, наверное, начнем с раздражающих меня аватарок. Больше всего не люблю аватарки, где изображены, как бы так сказать, люди, парни в кепках с бутылочкой пива и сигаретой. Вот прям не могу смотреть на таких людей на аватарке. И также не люблю аватарки. С учетом того, что у нас сейчас появляется очень много фотографов, много кто из них ставит аватарки с фотоаппаратом. Вот, у меня у самого ни разу, по-моему, не было такой аватарки и не хочу, никогда не будет, скорее всего. Вот, на такие фотографии я тоже смотреть не могу. Сейчас узнаем у Полины. Я присоединяюсь к мнению Жени. Мне еще не нравится... А вот, собственно, Полина. ...своими машинами или, например, просто машину мечты своей, дабы, наверное... ...девочек, внимание, привлечь. Ну, не знаю, с какими они. Все, если это делают, ну, просто забавно очень смотрится. Девочки, когда губки уточкой надувают, тоже очень... ...так фейс. ...то очень смешно смотрится. Пол фотографий контактовских, именно с этими губками, фотографии из клуба, фотографии на айфон, зеркало. Замечательно. Полин, Женя, скажите, вот фотограф, мы сейчас просто смотрим на экране, листаем ваши фотографии, в основном Полина в образе героини и модели. Нужно быть влюбленным немножечко в своего героя, чтобы вот такие снимки получались. Женя, скажи честно. В этом секрет удачной фотографии? Отчасти, секрет, не секрет, не секрет, отчасти хорошая фотография получается именно из-за этого. Ну, и также из-за того, что мы с Полиной уже долго вместе работаем, фотографируемся, идеи вместе придумываем, поэтому так все хорошо. То есть я думаю, что если мы с каким-то другим человеком начнем постоянно фотографироваться, то у нас тоже все будет получаться хорошо. И не обязательно мне его будет любить. Замечательно. Если честно вообще, у меня происходит так. Мне было раньше гораздо проще позировать другим фотографам. Я раскрепощалась, наверное, даже больше, чем перед Женей. Сейчас мне, наверное, даже немножко будет неловко, если кадр не получится. От этого, наверное, у меня есть немножко больше стеснений. А так, в принципе... Зато когда получается, мы срываем бинго. Понятно. Ребят, спасибо вам большущее. В общем, нужно искать своего фотографа и долго-долго с ним работать. Спасибо большое. Да, фото отличное, но на аватарку они не подходят. Они все горизонтальная развертка нужны. А аватарочка должна быть вертикальной, как минимум, должна быть композиция. Иначе не то получится. Маленькая фотография. Будем ждать скайпа с Александром Зиновьевым, вот тем самым обещанным экспертом в области интернет-продвижений. И хочется пригласить в студию Антона Кузнецова. Говорят, к нам подошел психолог, обещанный Антон. Только что из спортивного. Да, из спортзала не успел. Из спортзала. И сразу мы вас в тему нашего разговора погружаем. Сегодня обсуждаем аватарки, вот, например, такие. Это все непридуманные фотографии. Это аватарки со страничек в социальных сетях. Из контакта, из фейсбука. Даже если можно что-то придумать, все равно мы найдем точно такие же. Как бы очень сложно придумать то, чего нет. Ага. На аватарах чего-то. Ну, а надо придумывать? Должна быть она оригинальная. Дело в том, что вообще на социальных сетях каждый на своей страничке пытается самовыражаться. Но не все же имеют прекрасный вкус или интеллект, или образованность. Поэтому вот всегда, ну, это мне кажется очень хорошо, это очень приятно. Приятно вот зайти на страницу человека и сразу видно, кто такой, чем он дышит. Иногда вживую можно пообщаться два-три раза и не понять человека. Достаточно взглянуть на его страницу и все видно и ясно. Гораздо прозрачнее. Фотографии много, вот такие могут вам рассказать? Ну, вот сейчас хорошие будут фотографии, красивые. А вот покажите нам фотографии в подборке с кодовым названием няшки. Я такой лёвый и на фоне моя приора. Да, да, да. Ну, вот такие фотографии много могут рассказать? А с армозом на голове это что значит? Нет, ну, человеку не хочется как-то выделиться, правда? Ну, если парень имеет не самый лучший пресс или там девушка, но объективно не самая выдающаяся там у неё фигура. Ну, как она должна выделиться? Ну, как вот вы представляете? Ну, не хочется же быть вот серой массой. Ну, вот с арбузом на голове... Вариант. Вариант. Спрятаться в берёзке и засунуть виноградину в рот. Ну, хоть что-то. Ну, надо же понять, но не все люди профессиональные режиссёры или актёры. Ну, тем более, там у человека есть какие-то проблемы, а вот у человека нет проблем с экологическим видом. Это скрывать нечего. Открыто и искренне. То есть, если человек у себя на аватарке показывает свои фотографии, ну, вот такие, это, в общем, признак душевного здоровья, всё хорошо. В принципе, да. То есть, если человек на своей странице, в принципе, своих фотографий не показывает, и там какие-то картинки или чужие фотографии... Ну, да, фантастика. Басы, да. Это вот первый признак того, что у человека есть какие-то психологические проблемы. Ну, психопат, социопат, параноик, да, к примеру? Ну, что-то в этом духе. Не обязательно там уж совсем параноик, но... Ну, вот это... Нет, вот, скажем, действительно серьёзные психологические проблемы. Слушайте, ну, вы сейчас вот психопаты и параноики целую группу людей записали, у которых на аватарках действительно какие-то, вот эти, знаете, фантастические персонажи. Психопаты и параноик, нет, у них большой спектр, большой спектр. Там какие-то психологические проблемы, проблемы в общении и так далее, и так далее. То есть человек стесняется показать себя. Он может сказать, что я не хочу, чтобы ко мне добавлялись там мои знакомые, чтобы меня видели какие-то люди с работы. Ну, это всё отговор. Ну, вот девочка считает, что её могут высосать её душу, сглазить, и вообще там маги Вуду украдут её фотографию, потом начнут с ней всякие кошмары делать, и она не выкладывает свои фотографии вообще. Ну, с другой стороны, ведь это может быть потому, что у человека просто нет хороших профессиональных фотографий. И человек понимает, что фото с паспорта, отсканированную, или какую-нибудь фотографию с выпускного, там, 10-летней давности выкладывать как-то не комильфо. А прийти вот к фотографу, к профессиональному, ну, пока что нет времени, там нет возможности и так далее. То есть, значит, нет хороших фотографий. Ну, бывает такое, нет у человека хороших фотографий, а плохое не выкладывает. Ну, просто надо лучше выглядеть, как говорил один мой фотограф, всё-таки я фотографий, не художник, поэтому, ну, если как есть, так и есть. Ну, для того, чтобы фотография была, нужно прийти к фотографу и сфотографироваться, либо побывать... Ну, ты ещё нанять стилиста и визажиста. Нет, вот это проблема, что человек считает, что он очень страшненький, что он не достоин показаться вот на картинке. Но он же ходит в магазин, уходит на работу, он же такой, какой он есть, вокруг его видят живые люди, правильно? Ну, он же не стесняется своего лица, маску не одевает. Ну, просто у него нет времени прийти к фотографу и сфотографироваться. Да перестаньте, сейчас айфон у каждого второго. Ну, это ж так, что ли, дай фейс сделать. Ну, хотя бы так, хотя бы так. Потом делаешь дэкфейс, потом расчехляешь фотошоп, замазываешь всё, превращаешь себя в куклу и вот с этого выставляешь. Ну, дэкфейс, давайте у фотографа спросим, приходится работать, ну, вот как-то отучивать людей, надувать губки в какие-то вот эти там позы нечеловеческие, вот это же манные вставать. Ну, это постоянно такое. Ну, вот как вы работаете с моделью, расскажите, как это происходит. Работаю с моделью, обычно я начинаю гонять, очень просто говорю, что не надо делать. Как правило, модель, особенно молодые девочки, им хочется на фотографиях побыть такими гламурными. То есть, например, такая симпатичная девочка с веснушками, рыжая, такая винтажная. Она не хочет такого быть, она хочет быть секси, пекси такая вся, модная, там, до журналов. Ей нужен гламур, да. А я хочу как раз вот ее сфотографировать, такую нежную, там, в закатных лучах солнца. У меня есть одна удачная фотография у такой девочки, она мне безумно нравится, она победила в конкурсе, а вот девочка сама ее как бы не воспринимает. При том, что она очень симпатичная. То же самое по поводу того, что есть очень много людей, которые считают, что они нефотомичны. То есть это какие-то комплексы, это все-таки вот в голове что-то? Это в комплексе, да. И это недостаток опыта, просто есть люди, которые считают, что их невозможно хорошо сфотографировать, хотя это не так. Любого человека можно сфотографировать хорошо. А что вы делаете, если она автоматом губки надувает? Вот наводите камеру, она рисковывает. Ну то есть это можно всегда бороться. Может какое-нибудь способление есть? Можно тыкать в нее пальцем. Рита, я хочу вам предложить эксперимент, пока вот у нас еще один скайп пробивается к нам в студию. Можем мы здесь и сейчас сделать аватарки? Ну вот, а чего? Фон симпатичный, по-моему, такие интересные, стальные. Как раз, да. Вот, тренируйте какие-то. Если я знал, я пришел. На самом деле это не так все легко. Нет, Сергей, давайте бездавайте. У нас... Да, это только кажется, да, что так. Рит, ну вот, в общем, у вас пока задача такая, а у нас на связи Александр Зиновьев должен уже быть. Александр, добрый вечер. Александр. Сейчас, пока пристреляюсь. Алло. Алло, алло. Александр. Вы вот там где-то в темноте этого черного экрана. Вы с нами, да? Да. У нас только беленькая точка, но это может быть даже и хорошо. Хорошо. Расскажите, как специалист в области интернет-маркетинга, как эксперт в области интернет-продвижений, аватарка, вот заглавная фотография, она насколько важна в популярности страницы, в рейтинге страниц? Какая вообще у нее роль? Ну, я бы не сказал, что нужно прямо оценивать его как какую-то там значимую вещь. То есть понятно, что это всегда презентация себя. Я вот сейчас вот тут со светом прогадал, поэтому тоже такая вот самопрезентация. Но что касается именно выполнения каких-то ключевых показателей, да, то есть есть ключевые показатели отчетности, есть ключевые факты успеха, и аватарка к ним не относится. Нет. То есть понятно, что там сама по себе аватарка никакого результата не сделает. Это всего лишь часть, там, комплекс общего оформления, и все. Вообще фотографии в социальных сетях, они какую роль играют в жизни аккаунта? Ну, это основной контент. Возьмите, к примеру, там, одну из самых страниц, это страница нашего географии журнала. У нее 97% контента это фотографии. Сережа. Что? Спросить хотел что-то ты. А я хотел спросить, правда ли, что важно, наиболее важно все-таки в продвижении в социальных сетях, что касается аватары, то это миниатюра фотографии? Миниатюра аватара. Ну, это как бы немножко бессмысленно, потому что URL-адрес у аватара не меняется. Это не свой собственный сайт, это страница с Талинским. Вы как поставили аватар, вот у вас такой адрес будет. Миниатюра, ты имеешь в виду та книга, которая в диалогах появляется? В диалогах она появляется. В диалогах она много где появляется, да, миниатюра именно самого аватара. Но она мало отличается от общей фотографии. Она мало отличается, но иногда размеры важны. Если она маленькая, хорошо... Размер имеет значение? Вот такой вопрос. Хорошо, Александр, вот самое удачное... Это аватар, это там всего лишь невыносительный элемент. Это такой маленький деталь, маленький штрих. Если это страница дизайнера, или если это продукт, который связан... Ну, для которого именно имеет большое значение детали, мелочи, да, то тогда там это важно, ну, просто как часть репутации. Но функционально вот людей привлекает не аватарка, да. Самое главное в социальных сетях это ежедневный контент. То есть люди однажды пришли на страницу, они могут там эту аватарку не видеть, не обращать внимания на миниатюру. И многие там успешные страницы, там это доказывают, да, возьмите какие-нибудь популярные сообщества, там, качество аватара, ну, не оставляет желать лучшего. И тем не менее у них там миллионы подписчиков. То есть не надо переоценивать роль оформления, потому что часто бывает, особенно, когда вот работаешь с коммерческими положениями, там некоторые агентства зашивают стоимость в такие расценки на аватарку, что где, собственно, деньги на рекламу, если чего они эту страницу потом будут продвигать, всем не ясно. Вот, то есть надо взвешенно к этому подходить и не ставить в края угла аватара. Саш, ну, в двух словах, секрет успешной, вот, заглавной фотографии, титульной, какая она должна быть? Ну, она должна, во-первых, секрет простой, она должна быть понятной и четко раскрывать содержание сообщества. То есть если это наш новый географик, мы видим у них там на аватарке обложка очередного выпуска журнала. Если это, там, какая-нибудь лента или коньцовый, вот, например, страница Shed6.ru, да, тоже ихний логотип, ну, то есть человеку должно быть сразу по вот так, понятно, куда он попал, зачем и о чем здесь не будет говорить, да, если это то, что... Мы говорим о личных страницах людей, если это, вот, аккаунт человека. Ну, личные страницы людей, это вопрос намного сложнее, потому что личные страницы можно вести с учетом того, что это все равно часть, там, карьеры, это все равно какое-то показание себе там профессиональное, да, тогда нужно как-то, если не строго девуштовый стиль, то все-таки поддерживаться, ну, в каких-то более-менее таких строгих общих кубов. Ну, то есть всегда понимать, что твои партнеры, твои коллеги, не знаю, твои работодатели могут зайти на твою страницу в ВКонтакте или в Фейсбуке. Это так или иначе отразится на твоей работе. Саш, спасибо вам большое. Я хочу сказать, что в сети, как на суде, там, все, что вы скажете, может быть использовано против вас, поэтому не стоит себя лишний раз компрометировать там непонятными снимками. Понятно. Замечательно. Будьте осторожны. Александр, спасибо большое. Приезжайте в Екатеринбург. Мы вас помним, любим и скучаем. До свидания. Я не соглашусь, на самом деле, с ним, потому что есть различные ситуации, связанные с продажей семья. И сейчас представители древней профессии в интернет-формолисе уже очень давно. И поэтому продавать исключительно благодаря, собственно, качественной, удачной аватарке-миниатюре, в первую очередь... Возможно. Возможно. И даже основа, то есть, об этой продаже. Но это все, естественно, нелегально. Человек себя пытается как-то презентовать, и в первую очередь это аватар, наверное. Видите, сейчас нелегальное именно продвижение. Это, например, комментирование какой-либо топовой записи в каком-нибудь топовом сообществе. А комментирование как происходит? Идет сам пост и непосредственно миниатюра. Вот именно важно добиться качественной, привлекательной миниатюры. И особенно, если касается определенной конкретной услуги. Ну, потому что люди не из списка друзей, узнают тебя именно по этой самой миниатюре. Он думает, о, птички. Ваша пятничная рубрика. Он тыкает, и там девочки, там, в Москве. Оставлено быть в интернете, я считаю, вообще невозможно. Вот то, что это конкретный человек. Потому что ему хочется себя самовыражать. Как внутренний цензор не срабатывает. Там девушке надо... Ну, вот у Сергея, пожалуйста, ежепятничная рубрика. Вы бы только посмотрели, что он там публикует у себя на странице. Мама дорогая. Рит, получилось что-то сейчас пощелкать? Мне бы другой объектив. Мне бы мою сумку. Ну, как бы получилось. Единственное, чтобы все попозировали. А можем... Так, попозировать нужно. Да. А вы можете как-то, ну, тогда нам сказать, как вот эти дакфейсы или что нужно? Ну, обычно я бегаю вокруг клиента. Ору, что это... Войдем в образ, начинаем работать. Впервые Марина будет делать дакфейс. Да, да. Я думаю, да. Отлично, давайте. Угадаю всем поделать. Марин. И нужно будет после эфира поменять аватарку. Это условие обязательно было. Впервые экране, давай. Я думаю, правильно, дакфейс. Его нужно снимать немножко сверху. А вы, на самом деле, если вам удобно, можете как-то даже привстать на стул, например. Нет, нет, вот так хорошо. Представь себе, что ты голубурная киса. Да, у тебя не подбородок. И это губки. Ты киса, нет, ты так не делай. Вот это, что такое? И немножко вбок. Вот, и работаем, да. Больше специально так тебе. Сереж, ты главное услышал, нужно будет поведеть после эфира аватарку. Тут сигареты не хватает. Небольшой флешмоб. А где губки? Ну... Не, можно так сделать. Да. Кобра не хватает. Все, замечательно. Давай, Марина. Так, дакфейс. Это как делать, мне надо? Да, вот, хорошо, кстати. Чуть выше подбородок. Мне кажется, она всегда так делает. Чуть-чуть вот на свет. Вот, вот, вот. И на меня глазки. Я уже не держала. Опытно. Вот, Оксане, еще тренироваться надо учиться. У тебя опыт большой. Отлажено. Ну, здесь, я понимаю, нужно гламура больше, там, не знаю. Не знаю. Ну, шо-шо-шо-шо. А, давайте я вот, типа, такое-то. Можно попочкой вот так вот. Да, вот, вот. Кулычок. Немножко повернемся. И вот, как-нибудь так вот можно ножку, да. Ну, все. Замечательно. В общем, завтра все эти фотографии смотрите уже в сети на страницах наших гостей. Сейчас предлагаю посмотреть опрос, какие фотографии ставят горожане на свои страницы. А после опроса встречаем в студии новых гостей. Внимание на экран. Аватар. Фото на странице в социальной сети. Все чаще ради хорошего снимка мы сознательно рискуем жизнью. То суем руку в пасть тигра, то прыгаем с обрыва. Сегодня мы узнали у горожан, а что у них стоит на аватарках? Ну, у меня стоит своя фотография. Мне кажется, когда ставят, ну, другие фотографии чужих людей, например, это, ну, что-то не то. Ну, у меня на аватаре стоит фотография Скуби-Ду, мультяшная. Я думаю, что аватар должен быть оригинальный. Не пошлый. Ну и все. Очень раздражает, когда люди ставят не все фотографии, а фотографии каких-то звезд, вымышленных персонажей. Как бы, нужно какое-то все равно познание в каком-то своем роде. Я ставила льва. Фотография льва, оно такое звериное настроение. То есть, ну, как сказать, ну, не то, что раздражало, но хотелось завоевать что-то, там, завладеть. У меня на аватаре стоит фотография с моей девушкой, потому что один я не очень хорошо получается на фотографиях. Ну, и к тому же я ее люблю. Я люблю ставить свои фотографии из курорта, потому что они яркие, красивые, связаны с счастливыми воспоминаниями. Но не люблю, когда ставят фотографии из туалета в клубе и в не очень трезвом виде. Фотография должна отражать то, что вы на самом деле сейчас счастливы, то, что вы довольны своим местоположением, чем вы сейчас занимаетесь, где вы находитесь. Просто отражать ваше счастье. У нас в студии появились новые гости. И потрясающая фотография, взорвавшая социальные сети. Наглядная схема. Самые распространенные позы эксклюзивной фотографии девушек называется. Снимок. Марин, вот узнаете что-то из этого? Вот мне очень нравится положение лежа. Непонятно. А, я знаю, это паук. Это образ паука. Кстати, я нашла такую аватарку. У нас будет потом набор аватарок на слайд-шоу. Есть действительно, еще в полуобнаженном виде и на прекрасных интерьерах. Марина Лукаянова к нам присоединилась. Замечательный фотограф. Главный гламурный фотограф Екатеринбурга. Да, вот так. Между прочим, по версии одного из порталов издательств в прошлом году, такой титул был присвоен. И редактор свадебного портала городского Светлана Нескулова. Здравствуйте, милые дамы. Здравствуйте. Свет, фотография в свадебном платье, это же, ну вот такое must-have, это хотя бы раз в жизни у каждой девушки это должно появиться в страничке. Да. Это нормально? Как ты относишься к этому? Вчера, вот когда ты эту тему запустила, в социальной сети очень бурно обсуждали, и там, а, у тебя была какая-то формулировка, какие аватарки вас бесят, да? Да, да. Раздражают, давайте это обсудим. И у меня уже на страничке было обсуждение, в частности, одна девушка написала, меня раздражают, когда снимаются девушки с букетом от любимого, и чтоб рос побольше. Уж не миллионал их рост, да, ну хотя бы там, а хапочка. Ну, такой-то похвастаться, мотив такой. Да, 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 да. Раздражать, ни разу не дарили, наверное. Вот, послушайте, вот это вот, значит, и второе, это что там с детьми. Я говорю, слушай, ну, меня вот это не раздражает, потому что это очень искренне делается. Это совершенно нормально. Раздражает, как бы, псевдо, да? Вот меня раздражает псевдогламур. Ну, и с Мариной вот сейчас тоже сидели, пока смотрели эфир. А что ты вкладываешь в понятие? Это вот эти дакбейсы. Да, 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 да. Низкое качество. То есть, вообще, можно же и в туалете красиво, на самом деле, снять. В зависимости от туалета. В зависимости от туалета и концепта съемки. Нет, ну, на самом деле, да, там вспомним Трансильванию великолепную, вспомним Репаблик, там Хаятовские туалеты. Ну, я не знаю, по-моему, не... Специалист по туалетам. Смотрите, как тема-то послала. Вы сфотографировали? Да. Там нельзя было не сфотографироваться. К примеру, Олег Сесяев устраивал фэшн-съемку в туалете, я не помню, ну, где-то за рубежом, то есть он специально платил деньги за это, потому что просто так туда не пускали и устраивал туда, нормально. Фэшн-съемку привозил. Свет, модели. В общем... Выбирайте правильно туалеты. Конечно. И, пожалуйста, вылком. Конечно. В общем, это зависит от целей, задач и от искренности, да. Если это что-то, какой-то проект, то прием должен прочитываться. Там формальные технические показатели должны быть на должном уровне. Да, ну, а если, вот, опять же, с Мариной разговаривали, там, про ее аватарки, про мои аватарки, она говорит, ой, я там такая смешная, потому что я так себя и позиционирую, как живого человека. А давайте посмотрим, какая Марина смешная на своих аватарках. У нас есть подборка фотографий Марины Лукояновой, и автопортрет там тоже есть, сейчас на экране появится. Это не Марина, это Марина, это Марина, это Маринина работа. Ну, это работа, да. Не аватар, далеко. Значит, где-то там, и, ну, вот эти фотографии были на аватарках у девушек, у моделей, нет? Знаете, я не знаю, половина из них не местные, поэтому как-то не последило. У меня во френдлисте, естественно, очень много моделей, да, и, вот, опять же, тема мини-бикини поднималась. Да, 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 да. Уместно? Нет вообще, у нас зима вообще. Какие фотографии? Для моделей это уместно, да, потому что они, опять же, как бы, как мини-портфолио, и... Душу потравить чужим людям. Да нет, ну, господи, да, вот там какая-то Влада Варнавская, когда ставят. Влада Варнавская. Влада Варнавская, наша прекрасная с Мариной съемка. О, вот тут вот Маринины пошли. Вот, пожалуйста, Марина. Очень, да. Слушайте, вот вы поделитесь, да, как это самой себя можно сфотографировать? Зеркала. Покажите нам мастер-класс. Зеркала. У вас есть здесь зеркало? А нам принесут, да, мы сейчас попросим, и нам волшебница Настя принесет зеркало. Тяжело понять иногда, какое у тебя выражение лица. Приходится либо несколько раз фотографироваться, чтобы ничего не вылезло, либо фотошоп, что не очень хочется с собой делать, либо зеркало, где можно подстроиться, как надо, там, и губки бантика. Ну, можно попросить кого-нибудь прохожего, который с туалета выходит. Возвращаясь к пляжу, пока ждем зеркало светло. Ну, в общем, им, да. Моделям можно? Конечно, конечно. Если вы не модельной внешности? Конечно. Ну, в общем, надо как бы трезво себя оценивать, да? Нет, не надо, мне кажется. Марина, пожалуйста. Девушка считает, что она абсолютная модель. Ну, что это такое? Ну, как она не модель-то? То же самое, в принципе, просто здесь профессионально они ротик приоткрывают, а так и девушки любительски приоткрывают. Ну, может быть, все равно кому-то симпатично это. Поэтому они стараются себе... Тут зависит от цели и задач, для которых... Цель и задач всегда у Атара одна, чтобы все восхищались и преклонялись. Собирать лайки, ну, по большому счету, это так и есть. Собирать лайки, нет? Поддерживать свою эмоциональную... Когда выставляешь фотографию ВКонтакте, в том же, да, и в других социальных сетях, ты просто тем самым передаешь свое настроение по мне. Я не собираю никаких лайков, я не собираю никаких суперкомментарий. Марин. Так. Ну, как, это естественное желание мне кажется. Только и один здесь не накрашенный. Вот все остальные накрасились. Варианты зеркал масса. Можно выбрать вот такое. На сайте у нас обсуждение идет. Ольга Пупкина пишет про психологические проблемы, бред, по-моему. Ну, то есть, связывать вот так... Напрямую? Да, фотографии, какие-то диагнозы. Это же, по-моему, уже как там стало крылатым выражением поставить диагноз по аватарке. Да, кстати. Ну, по странице можно, я вам сейчас наскажу. Да, знаете... Даже Ольга Пупкина, обрадовавшаяся появлению Света на студии, пишет, чужие фотки по настроению бывают. Мне вот тоже, например, просто картинка понравилась, я могу ее поставить на аватарку. Так серьезно не стоит к интернету относиться. Ну, то есть, ничего это не значит. По аватарке нет, по странице по общей, ему, конечно, можно поставить вполне. Это же такая большая мифология, на самом деле. В интернете... Ну, это не есть диагноз. В психиатрии, мифологичный же он, понимаете, даже не кровь берут на анализ. Я тут как-то... У меня страничка такая активная ВКонтакте только, на Фейсбуке я чисто присутствую. Вот. А в моем окружении есть девушка, которая... Ну, вот она присутствует во всех сетях, плюс у нее Твиттер, там, ЖЖ и так далее. И вот в какую-то ночь у меня была бессонница, думаю, почитаю-ка. Совершенно разные люди. Вот понимаете, мифология, да? Пять разных мифологий. То, как она себя позиционирует в Твиттере, то, как она ведет себя в ЖЖ, то, что она пишет ВКонтакте, то, как она использует Фейсбук. Это совершенно разное. Ребят, ну вот может быть такое действительно, что там ВКонтакте мы какие-то неформальные, вот такие снимки, может быть, более человеческие. Фейсбук мы используем для делового общения, и там какие-то посерьезнее фотографии. Это значит, что ты хочешь получить от этого, если у тебя большая часть. Если ты работаешь с помощью, так скажем, социальных сетей, если ты хочешь продаваться с помощью, не, кстати, что реально, то, соответственно, ты должен... Ну и идентифицироваться со своим продуктом. Если человек продает там часы или туфли, то, естественно, он может обманывать там, да, или себя, например, за деньги. А если он просто, так сказать, общается как человек, то все равно он покажет свою истинную сторону. Он не сможет... Даже если он специально составит страничку, ну вот как надо, красиво, не пройдет двух-трех месяцев, как она видоизменится под его настроение, под его взгляды, под его ценность, все равно он будет выбирать там... Она так или иначе покажет его. Конечно. Видео там, его картинки и так далее, статусы. Когда одна страничка, например, профессиональная, показывает человека с профессиональной стороны, а другая, например, личная. Вот у нее тоже есть такие среди знакомых. И там действительно могут быть совершенно два разных человека, казалось бы, даже с разными именами, разными стилями аватарок и так далее. Ну куда пять разных человек? В одном. Это уже интересно. Это уже интересно. Женщина, женщине это нужно. Она пиарщица просто. Поэтому там, ух, пьерия. Марин, а я хотела вас как стилиста про наряды, аксессуары, интерьеры спросить. Вот, ну, хит-парад это ковер, да. Мы сейчас попросим вернуться к изначальному нашему подбору фотографий. Я говорю, где вы такие взяли? У меня нет друзей с коврами, с ягуарами. Не в друзьях, не в друзьях. Надо Шерри закидывать в сети. Да, но тем не менее, вот эти все... Что с ней? Все до главу. Она хорошо кушает. Нет, я просто задумалась, что меня раздражает. Я поняла, меня раздражают вот в каких-то домашних интерьерах. При этом, ну, не могу сказать, что меня как-то быт, не знаю, что я не приемлю быт, да нет, ничего подобного. Но вот когда на фоне шторы встают, и вот как-то там... А слушай, на фоне шторы хорошо можно снять. Тут, опять же, от того, кто снимает, зависит, да. Вся вот эта вот сиротская тема сейчас в связи с хипстерами, да, и поднята фотографами, не Мариной Лукояновой. Не Мариной Лукояновой. Многими фотографами, другими. Когда педалируется вот это все, как там, ободранные какие-то стены, какая-нибудь там штора, так трагически развивающаяся, да, девочка там в носочках стоит. Заброшенные больницы вспомнили у нас в аппаратке. Не, ну мы сейчас говорим конкретно про домашние интерьеры. То есть и в домашних же интерьерах можно... Дакфейс перекосила. Не, ну вот видно же сразу, что девушка, например... Вот эта взрослая женщина, ребят... Выпивает, она склонна к алкоголизму, вот она, она выпивает. Все время везде с бокалом. Ну как? Сразу же, мы же можем сразу оценить человека. У меня даже много с бокалами, но это ни о чем не говорит. Человек с креативом. Человек с креативом, видите. Уметь пользоваться какими-то редакторами. Вот. Да, человек любит ходить на ночные вечеринки. Ну как, мы же можем сразу оценить человека. Зрители пишут, вот когда бардак, а вот ковер сейчас будет... Аккуратный человек, неаккуратный. Это же кич, это мечта у меня сняться на фоне ковра. Просто ковров у меня дома нигде нет. Вот хоть ложись на пол в ванной и фоткайся на фоне ковра, и то он не будет такой резной. Марин, ну вот, то есть это тоже должно быть как-то отыграно, вот как Света вначале сказала. То есть все должно быть едино в дом. Это вообще шикарно можно. Это шикарная слуха, да? Если ты позиционируешь себя как дорогую, красивую, гламурную девушку, то, соответственно, на фоне ковра тебе бесполезно сниматься. Если ты человек с юмором, то почему бы и нет? У нас есть фотографии, например, свадебные, где люди держат ковера, на фоне них снимаются молодожены. Это кич, это класс. Вот к мастер-классу давайте к обещанному. Как вы это делаете? А пока вопрос к Светлане от Михаила Лукашкина. Выходит, все дело только в фотографии? Вот адрес на Светлану спрашивают. В смысле, все это что подразумевается? Ну, вся хитрость, весь фокус, секрет успешного снимка на аватаре. Вопрос фотографа. Да. Кто фотографировал, и все. Да. Мне очень часто добавляются молодые фотографы. Ни настроение, ни улыбка, ни вот что-то такое, ах, просто фотограф. Ну, конечно, так же, как одежда, покупать у хорошего стилиста, например, иметь хорошего стилиста или модельера, вы будете хорошо выглядеть. Так же, если вы хотите профессиональную себе страничку, аватарки, нужно иметь профессиональную фотографию. Зачем так серьезно подходить вообще к аватарке? Вот смотри, ты меня снимешь на айфон, ты... Если вы покупаете за 500 долларов, это нормально, это почему бы себе не заказать? Ну, они не ходят. Вот зачем надо профессионального фотографа, чтобы делать себе аватарку? Зачем? Как? Это же, как мы выглядим в мире. Сейчас выглядеть в интернете гораздо более важно, чем выглядеть в реальной жизни. Мне кажется, сейчас скоро пройдет еще какое-то время, уже не важно будет, на какой машине ты ездишь. Какие часы носишь, главное, как ты выглядишь в интернете. У какого фотографа? Конечно. У какого фотографа? Нет, вот понимаете, Марина даже на свой айфон снимет так, как многие... И давайте уже Марина показывайте. Как многие начинающие или там фотограф уровням проще. Но все-таки почему модели мы тут недооцениваем, то есть самих людей. Некоторые модели так хорошо умеют держаться на камере, что они сами себя на телефон в туалете фотографируют, и это тоже получается прекрасно. Нет, мы же не говорим о супер-красивых людях, мы говорим обыкновенных в первую очередь. Мастер-класс, мастер-класс. Да какой мастер-класс? Я не такой профессионал по псевдо... Вот, то есть, а что здесь может быть? Показывайте, как фотографировать. Главное зеркало не снизу, иначе у нас полезет вся красота, которая может быть, особенно у таких девушек, как я. Вот, соответственно, очень в свое время было модно это вот сниматься сверху. То есть вот так настраиваешь, у некоторых там есть режим автопортрета, он даже пикает, пищит. Вот, но самое простое, ты смотришь в зеркало, направляешь телефон в разные стороны, направить, и все, ты смотришь, как ты получаешься на картинке. Вот, кстати, сейчас заинстаграмлю как раз. Давайте. Типа я в эфире. А вообще у нас... Светлан, зря смеешься, у нас здесь договоренность. Мы должны поменять после этого эфира аватарки на фотографии, которые сделаем здесь. Поэтому, вот, собственно, мы... И можно же выделить вообще самое красивое в своем лице, например, глаз, и отдельно глаз, или зубы отдельно. Я печально, как там, печень Джека. Хочется спросить режиссера, нет ли у нас случайно связи с городом Гомель? К сожалению, нет. Это... Ну вот, и не буду рассказывать, кто должен был к нам подключиться. Все успешно? Да, в принципе, я уже запускаю, так скажем, это в эфир. Вот сейчас пишу я на ТВ. Вот, умничество говоря, никак не получаются вот эти вот самострельчики. То есть, конечно, там перед зеркалом, ну да, вот иногда хочется сфотографироваться в каких-то интересных местах. Вот как в том же туалете, в Прадо, в Милане. Но не получается. То есть, получается так, что я телефоном лицо свое закрываю, а Сережа охотен говорит, что это неправильно. В сторону поставил, и все, и спокойненько. Давай, я потренируюсь. Главное, я запущу в эфир. Все, я сейчас... Зря вы, что ли, здесь собрались? Да, получились. Вот тебе зеркальце. Нужно непременно свету сфотографировать, потому что свету нет. Сфотографировать, это будет хуже. Что сделать? Сфотографировать зеркало. Ну, не себя, а свое отражение в зеркале. Так мы снимаем отражение зеркала. Вот так, да? То есть, не на себя направляем, а в зеркало. То есть, вот, у меня объектив направляется в зеркало. Да, мы снимаем свое отражение, ну да, понятно, что мы снимаем свое отражение в зеркало. Время, к сожалению, нас поджимает, поэтому давайте резюмировать, ну вот, подводя итог. Мне кажется, что аватарка должна быть такая, чтобы она самого тебя прежде всего не раздражала и не бесила, чтобы тебе с ней было комфортно жить. Девушки увлеклись фотографированием. Марина, подключайтесь к подведению итога. Главное, чтобы себя аватарка не раздражала, так? Ну да, то есть, вот я бы вот такой сделала. Главная аватарка должна тебя саму не раздражать. Вот если тебе с ней комфортно, нехай пусть будет. Ну, все равно вы их меняете, там, можете менять раз в месяц, можете там... Вместе с настроением. Изменилось настроение, поменяли аватарку. Да, почему бы и нет. Изменили прическу, поменяли аватарку. Марина, Света, пожалуйста, сфотографируйте. Вот у нас Марина сейчас увлечена. Я, конечно, думаю, что надо посреднее относиться, потому что очень многие люди в интернете знакомятся, замуж выходят, находят друзей реальных. Поэтому, ну мы же не шьем себе сами рубахи. Мы же не одеваем, вот мне так нравится, я вот пошел на работу вот такой, в шортах. Я же не сижу в кабинете, клиентов не принимаю, хотя мне удобно шорты. Вот я думаю, так же... Спасибо большое, я думаю, что вас услышали. Спасибо большое. Давайте уступать место в студии в следующей программе. Спасибо. Спасибо.